Вы смотрите урок по Joomla 4. Меня зовут Федор Васильев. Тема урока плагин TinyMCA. TinyMCA это встроенный редактор на сайте. Давайте посмотрим. Перейдем в плагины. Отсортирую по типу Editors. Вы увидите встроенные в Joomla 3 плагина. Будем разбирать вот этот плагин. Мы можем перейти внутрь и увидеть настройки. Также есть без редактора и редактор Код Миру. Что редактор дает? Какое отображение? Во-первых, вы можете перейти в панель управления. Общие настройки. На вкладке сайт редактор по умолчанию выбрать. Как раз таки он у нас и выбран. Многие пользователи Joomla, которые уже давно работают с сайтами, многим не нравится этот плагин TinyMCA и взамен устанавливают дополнительное расширение JCE. Расширение JCE это мощное расширение, как бесплатное, так и Pro-версия, которое может идти взамен данному плагину. Вы можете, естественно, найти его в репозитории данный плагин. Но есть и другие аналоги для Joomla. Но мы будем разбирать именно TinyMCA в рамках этого видео. Отображение. Например, в материалах при создании статьи вы можете видеть, что редактор это кнопки, иконки, которые выполняют те или иные действия. Также при создании категории, при создании, например, HTML-код модуля, тоже выдается редактор. А также, если вы выводите на фронтальную часть сайта пункт меню «Добавить статью с фронтальной части сайта», он тоже здесь выводится. Но на самом деле, помимо того, что каждая кнопка за что-то отвечает, то есть управление текстом, картинками, отступами и так далее, добавление ссылки, добавление якорей и много чего еще, размер текста, шрифт текста, заголовки разного уровня H1 до H6, мы можем настроить этот редактор для разных групп пользователей. И как раз в этом видео мы с вами будем сейчас это разбирать. Итак, давайте пройдем в настройки данного плагина. Перейдем в плагины. Редактор TINEMC. Вообще, по умолчанию, если вы как администратор заходите с админской части сайта на сайт добавлять статью, он из коробки выдает вам, по сути, все иконки, все важные, все необходимые. Ничего делать не надо. Но вы можете все равно для себя как-то что-то настроить. Во-первых, поменять там дизайн, цвет, уменьшить количество иконок. Вот вдруг кому-то не нужно так много иконок, вы ими не пользуетесь. Вот как раз-таки в этом видео об этом поговорим. Здесь в настройках плагина за это отвечают наборы. Вот у нас есть набор 2, набор 1, набор 0. И смотрите, давайте набор 0. Вкладка набор 0. Ниже назначить набор для групп пользователей. Администраторы, эдитор, супер юзер. Допустим, я удалю группу пользователей, оставлю только супер юзер. Это группа с максимальными правами для сайта. То есть вы, администратор, заходите вот с этой группой. Вам и достаточно будет этой группы здесь. Для других наборов, например, у вас есть помощники. Обычно зарегистрированные пользователи, которым можно уменьшить количество кнопок, чтобы он сильно не расходился и имел необходимость, например, выделить текст только жирным. Там наклон, подчеркивание, остальное мы можем все убрать. Ну, к примеру. Это мы тоже разберем. Итак, давайте сначала с администраторами посмотрим. Ниже, вот в этой части, мы решаем, какие иконки отображать. То есть, находясь, мы прям выбираем набор 0, выбираем вторым этапом группу пользователей, то есть только для администраторов. А вот здесь мы решаем, что отображаем. Какие иконки в редакторе мы хотим. Мы можем либо поштучно мышкой вот так вот зацепить за любую иконку и оттянуть ее в эту часть, отпустить мышь. Отсюда она уберется. Просто поштучно убрать то, что нам не нужно будет в редакторе. Или назначить быстрая смена вариаций количества элементов редактора нажатием вот этих кнопок. У нас есть очистить, расширенные предустановки, стандартный и простой. Вот, например, смотрите. Кликаю простой. Я уже назначил на набор 0, на суперюзера. Вот эти иконки. Видите, сколько их будет всего лишь? То есть B это выделить жирным, подчеркнутый, перечеркнутый, отменить действие, отменить действие в другую сторону, номерованные, маркированные списки. Например, только эти элементы. Для этого нам нужно здесь нажать сохранить, перейти в какую-нибудь статью, и вы увидите, что у нас, ну вот я администратор, реально показываются только те иконки, которые я для себя выбрал. Да, еще у нас будет выводиться вот такие вот кнопки. Они на самом деле важны. И здесь тоже мы можем навести порядок. За это отвечают отдельные плагины. То есть изображение вы тут никак не добавите, кроме как выбрать медиа. Мы сейчас вот до этого дойдем. Вот здесь вот понятно. Дальше. Я передумал. Выбираем, кстати, после сохранения плагина, нужно обратно выбрать набор 0. Обязательно кликнуть мышкой. И стандартный. Смотрим, какие иконки. Расширенный. Вот расширенный, наверное, для администраторов я и оставлю. Обновлюсь при создании сайта. И в принципе, да, выглядит все как и было. Давайте теперь несколько слов о дизайне. Дизайн внешнего вида самого этого редактора. Он у нас белый. Если хотите поменять дизайн, можно поменять как и для шаблона сайта, шаблон панели управления. Шаблон сайта есть два дизайна. Вот давайте попробуем вот этот нижний dark. Не забудьте выбрать набор 0 для супер-юзеров. Сохранить. Шаблон сайта, это имеется в виду, если вы фронтально вывели. Видите, он черный у нас. Ну, темный. Темный-синий. Вот эта вся плашка, на которой белые иконки находятся, у нас все темного цвета. Можно это сделать. Здесь он остается белым. Если хотите здесь цвет поменять, то у нас за это отвечает шаблон панели управления. Давайте тоже выберем dark. Сохранимся. Обновимся. Увидим, что здесь тоже темная панель. Мы можем даже назначить свой дизайн. Свой цвет под дизайн нашего шаблона. Причем, мы назначили с вами набор 0, вы видите, dark, dark. Но если мы посмотрим на набор 1, для менеджеров и зарегистрированных здесь-то ничего не выбрано. То есть мы даже можем для других групп пользователей оставить белым цветом этот редактор. А только для администраторов у нас, получается, все нижние настройки, которые здесь находятся, это все применяется именно к набору 0, чтобы вы понимали этот момент. Хочется, конечно, вам сказать и показать, как работать с произвольным дизайном. Вот здесь нам об этом рассказали очень подробно. Давайте сейчас это проделаем. Пользовательский шаблон это ссылка. Мы сюда переходим, нас перебрасывает на специальный адрес. По сути, конструктор дизайна для редактора TinyMC. На самом деле тут розовые цвета я уже выбирал. Здесь, вот здесь styles, вы можете вот, например, edit background, розовый вот. Просто кликайте, выбирайте любой цвет и видите, как выглядят разные элементы, например, в розовом цвете. Разные моменты здесь можно настроить. Размер, различного рода размеры. Другие интересные можете потыкать здесь цвета. Допустим, вот розовый дизайн. То есть практически вот у нас есть темно-синий, и вот есть еще розовый. Допустим, это какой-то женский сайт, и мы можем прямо дизайн-дизайн подогнать стиль для нашего редактора. Когда вы здесь закончите, вот выберите просто цвета, поменяйте, нужно нажать вот на эту синюю кнопку. То есть мы сейчас скачиваем готовый вообще набор, стиль на компьютер сначала. У вас будет автоматически собираться это в zip-архив. Нам нужно это будет предварительно распаковать. Название custom можно менять, но ни в коем случае не русские. Это будет название папки и название именно при выборе дизайна в целом, когда мы уже это зальем к нам на сайт. Или можете оставить без изменения custom. Выбираем папку на компьютере, куда мы скачиваем этот архив, и нажимаем сохранить архив. Эту страницу с редактором можно закрыть. Здесь ниже нам нужно посмотреть, нам говорят куда, нам нужно разместить данный архив, чтобы у нас вот здесь ниже был доступен вот этот custom, выбор дизайна. Здесь немножко неправильный путь. Сейчас он уже немножко изменился, и давайте я вам покажу, куда нужно разместить данную папку. Но предварительно давайте сначала найдем наш архив, который мы скачали. Его нужно извлечь сначала. Зайти в эту папку. Зайти вот в эту папку. И нам нужно вот это. То есть вот именно эту папку мы архивируем заново. Выбираем zip. И делаем вот этот архив. Мой демо-сайт находится на локальном хостинге, на open-server. У кого он находится на реальном хостинге, там путь тот же самый. Проходите в свою c-panel или какая у вас там панель на вашем хостинге. Я прохожу в свой open-server. Захожу в домен. У меня это Joomal 4 домен. Здесь я нахожу папку media. У вас также будет абсолютный путь отсюда, начиная media. В самом низу прокручиваете, находите vendor. Папка открываете ее здесь. Далее находите папку здесь tmc. Заходим сюда. Дальше мы заходим skins. И заходим вот в эту папку. Вот наши два дизайна, которые мы видели с вами. Dark и вот этот вариант. И теперь у нас будет третий вариант. И мы можем сколько угодно здесь разных дизайнов для себя разместить. Я сюда копирую архив. Но так как я нахожусь на локальном хостинге, тогда, видя просто, что это просто папки, ничего тут не заархивировано, тогда я тоже здесь распаковываю. А вы на хостинге тоже. Вам нужно это распаковать. Архив можно удалить. Вот у нас третий, по идее, скин. Если вы тоже находитесь на локальном хостинге, то OpenServer нужно перезагрузить. Когда ваш локальный сервер загрузился, или вы на хостинге, обновите страницу с настройками плагина. Выбираем еще раз набор 0 для супер юзеров. И шаблон, например, панели управления. Кликаю сюда, вы видите, появился пункт Custom. Выбираем его здесь. Ну и можем и здесь посмотреть на него. Сохранить. Иду на сайт в режиме создания статьи. Вы видите, все работает. У нас розовый редактор. То же самое здесь. Тоже все работает. Непривычнее, конечно, видеть его белым цветом, поэтому я верну все в белый цвет. Теперь поговорим немножко про безопасность и именно про редактор, которым будете пользоваться вы, как администратор сайта. Какие могут быть препятствия и проблемы, преграды здесь? Как и в принципе всегда они были, как и были в третьей джумле. И люди, которые не осведомлены, просто как бы это взрыв мозга, когда происходит такое. Дело в том, что джумла всегда была направлена на безопасность. То есть у нее всегда была сильная ее стороной, вот этого движка джумла, это безопасность. Разработчики как раз туда как бы уклон делают, да, в сторону безопасности. А четвертая джумла, у нее вообще конек джумла 4, это безопасность. То есть еще больше, еще сильнее джумла по всем параметрам более защищенная стала, чем джумла 3. И также здесь ничего не изменилось, как из третьей версии джумла, как и из 1.7, 1.6, 2.5. Проблема внедрения стороннего кода администраторами, не просто доверенными людьми с меньшими правами на сайте, а именно с максимальными правами, мы все равно врезаемся в те же проблемы, что и были раньше. Я не буду как бы долго здесь рассуждать. Понятное дело, что я против такой политики, потому что я зашел как администратор, у меня не должно быть никаких проблем по внедрению кода. Я уже зашел с правами. Зачем же меня, главного владельца сайта, как-то там ущемлять, обрезать код и так далее. То есть что происходит, когда вы вставляете в редактор сторонний код, возьмем элементарно видео-плеер с YouTube. Не просто ссылку мы, если берем, а именно iframe вставляем и у вас ничего не получится, даже с правами суперадминистратора. У вас будет код обрезаться именно защитными функциями Joomla. И сейчас вот об этом поговорим, что с этим делать. И даже решив это, хорошего здесь мало. Почему хорошего мало? Сейчас по порядку дойдем. Это важно знать. Помимо того, как пользоваться этим редактором, я даже не буду здесь особо долго увлекаться. Думаю, здесь человек сам разберется, как назначить цвет, как поменять текст. Я элементарные, конечно, вещи покажу, но чуть позже. Давай сначала самое главное. Внедрение стороннего кода. Не обязательно это может быть видео с YouTube. Вдруг вы ставить хотите в статью прямо в Google карту или какой-то для вас важный код. И он будет резаться. И давайте посмотрим, как он будет резаться. Возьмем, к примеру, мой канал и последний ролик, который у меня был записан. Будем вставлять не ссылку, да, а здесь есть у каждого ролика поделиться. И здесь вот есть кнопка встроить. Вот данный ролик, например, я хочу вставить в статью. Нам YouTube предоставляет некий код с данным роликом iFrame. Я его копирую. Как вставлять в редактор? То есть вот так напрямую точно мы не вставляем, да? Здесь есть такая иконочка. На нее нажимаем, вставляем код, сохранить. Или можно просто здесь кнопка выключить редактор, вставить код. Запомните, как он выглядит, этот код. Обратите внимание. Я выключил, включил редактор, ничего не осталось. Это не просто так. Это Joomla полностью вырезала код, считая, что он небезопасный. Что для этого делать? Потому что любой код будет вырезаться у вас где угодно, если вы в статье это ставите. Самый, конечно, простой вариант, такой колхозный, это отключить редактор в глобальных настройках, прийти сюда в статью, вставить код, сохранить статью. Тогда плеер будет отображаться. Ну а потом вам потребуется редактор, вам придется обратно идти в глобальные настройки, включать редактор. И если вы вдруг зайдете опять в статью, где у вас был установлен iFrame, что-то еще изменьте в статье и сохранитесь, уже с включенным редактором, то код все равно обрежется. Поэтому этот вариант нам с вами не подходит. Смотрите, и это при условии... То есть я до сих пор реально не могу понять, как разработчики выстраивают логическую цепочку защищенности, то есть по каким параметрам они считают, как должно быть вообще это происходить, сама защита в отношении главных суперадминистраторов на сайте с максимальными правами. Если мы с вами посмотрим панель управления, общие настройки, фильтр текста и посмотрим с вами на супер-юзер, у нас по умолчанию здесь будет стоять нет фильтрации. То есть это говорит о том, что для этой группы пользователей не фильтровать, то есть по сути не включать этот фильтр, который защищает и вырезает небезопасный, потенциально небезопасный сторонний код. Как у других там пользователей, да? Зарегистрированный. Видите, стоит как? Запрет HTML. Ему напрямую запрещено HTML внедрение любого кода через HTML. Для таких групп пользователей абсолютно нормально. Если только вы сами не хотите, вы доверяете своим зарегистрированным пользователям, и у вас стоит задача им разрешить, тогда вы выбираете ему нет фильтрации. Так вот, у нас здесь с вами стоит нет фильтрации, и Joomla все равно не пускает наши наработки, все равно режет наш с вами код. Об этом вот как раз я и говорю, что мне непонятна логика, построение вот этой вот цепочки взаимодействий на Joomla 4 и вообще на других версиях Joomla с администраторами сайта. Но мы с вами как бы на это не смотрим. Я просто должен вам был показать, что как здесь вообще это устроено. Мы с вами движемся дальше по настройке, чтобы мы могли внедрять код на сайт как администратор. Мы возвращаемся с вами в плагины, и возвращаемся мы с вами в наш редактор. Выбираем набор 0 для суперадминистраторов. Здесь ниже есть запрет элементов, и как раз один из элементов здесь стоит iFrame, поэтому для нас тоже код режется. Через запятую здесь перечислены три элемента основных, которые Joomla будет уничтожать при сохранении материала, например. То есть это скрипт, это вот этот еще один вариант, второй, и iFrame. Если вам там нужно, и вы знаете, то через запятую можно добавить еще. Есть разрешенные элементы, но тут тоже вопрос. Нужно опять пробовать, смотреть. Самый простой вариант, так как это мы делаем для набора 0, для суперадминистраторов, мы можем здесь не боясь, убрать для нас вообще запреты все. Как их убрать? Если мы просто все удалим и сохранимся, все вернется сразу сюда назад. Здесь нужно что-то записать. А записать можно английскими буквами, например, KMS, просто вот так вот написать. И сохраниться. Только убедитесь, что вы это сделали для набора 0, для суперадминистраторов. Еще раз посмотрим. Видим, что это применилось. Вот теперь для нас, для администраторов, Joomla 4 не будет воздействовать на наш код, не будет его резать. И давайте это наглядно с вами проверим. Давайте я зайду уже в существующую статью, и где-нибудь здесь я вставлю код. Перейду вот по этой иконочке. Пускай после Redmo вот так вот сохранить. После этого, во-первых, мы видим плеер здесь, в режиме редактирования статьи. Мы даже можем отсюда его запустить. Он будет проигрываться. И, по сути, управлять размером плеера, прям вот зажав крайний маркерок. Но на самом деле, так лучше не убавлять или увеличивать размер видеоролика. Чтобы вы знали, сразу вам покажу. То есть, вот он наш iFrame. Здесь вот есть высота 560. Это значение можно менять. Точнее, это ширина ролика. А вот это высота ролика. На самом деле, стоит там все правильно. По размерам я имею в виду. И вот возвращаюсь к моменту, когда я вам сказал, что мы, когда решим по поводу обрезки кода для суперадминистраторов, кстати, давайте сохранимся, что, по сути, ничего хорошего в этом нет. И вот сейчас как раз-таки об этом поговорим. Что я имел в виду? Ролик вроде сохранили. Давайте перейдем с вами в статьи. Убедимся, как она выглядит с фронтальной части сайта. Я перехожу в статью. Вот этот плеер. На весь экран тоже я могу делать. И вот теперь о нехорошем. Дело в том, что на мобильную версию, если мы зайдем с мобильным устройством или через имитацию, то, по сути, внедрение плеера YouTube и любого другого плеера, видеоплеера, плеер неадаптивный под мобильные устройства. Этот код не адаптируется. Вы видите, он вот здесь вот обрезается. Что вообще недопустимо в наше время. И вот об этом и разговор. По сути мелочь. Но такая важная для пользователей. И обратите внимание, что очень много, я так думаю, людей взаимодействуют с вами сайты именно с YouTube, внедряя ролики на свой сайт. И это очень важно. Я не хочу сейчас брать в пример конкурентов в Joomla. Сейчас называть эти названия других движков. Где там все красиво сделано. И там сделано еще проще. Не надо брать этот код. Просто ссылку берешь на ролик, вставляешь ее в тело статьи. Она автоматически понимает, что это ролик. И уже показывает плеером адаптивным для мобильных устройств. Вот так вот это сделано в других CMS. Я не хочу принизить Joomla 4, но разработчики, услышьте меня. Вот это то, что сейчас происходит и происходило 10 лет назад с плеером. Так нельзя делать. Это нужно уже, чтобы было в ядре Joomla. Чтобы плеер был адаптивным. И вы меня спросите сейчас, а что же тогда делать? Это нужно, если вы все-таки хотите внедрять код. Я показал просто на примере плеера YouTube. Но вы можете внедрять и другой код теперь на сайт. Карты Google и какие-то еще коды. Ну а конкретно для плееров, для видео с YouTube придется прибегать к сторонним плагинам. Есть бесплатные, есть платные. На своем сайте fedorvasiliv.com Я использую платный плагин, который просто добавляя ссылку в статью, он уже плеер делает адаптивным. Плюс там есть и другие настройки под плеер YouTube. Вот такие здесь есть нюансы и моменты, которые я хотел рассказать. Теперь давайте пробежимся для совсем новичков по элементам, по кнопкам редактора. Поработаем с текстом. Есть у меня некий текст. Во-первых, я выделяю или часть текста, или весь текст. Когда текст выделен, появляются иконки, а не дублирующие иконки, которые здесь есть в этой панели. Например, B это жирный. Вы видите, часть текста стала жирным. Если надо снять, по B кликаем, жирность снимается. Также курсив, вы это видите, подчеркнутый. И также это все снимается. Назначить заголовки. Обычно это весь текст. Если это одна строчка текста. H2, естественно, это текст большего размера. В коде можно посмотреть, что он тегами помечается. Здесь все правильно. В теге H2, закрывающий тег H2. То же самое H3. Или убрать заголовки уровней. Ссылку повесить на часть текста, или на весь текст. Также выделяем. Есть скрепка такая вот. Есть еще цитата здесь, вот в этом быстром доступе иконок. Опять же, скрепка с ссылкой здесь у нас есть вот здесь она. Дублирующая. По клику здесь вставляется адрес ссылки. Можно написать заголовок. И открыть ссылку, например, в новом окне. И нажать сохранить. Если ссылку надо снять, то надо будет кликнуть вот по этой иконке. И ссылка сразу сбросится. Отменить действия. То есть вы сделали, например, жирным. Курсив. Подчеркнутый. Вот эти кнопки, видите, отменяет у нас все действия. Три раза нажал и все три действия отменилось. Также здесь есть кнопка добавления ширину-высоту. Источник видео. Но тут тоже будет код резаться, если вы не сделаете манипуляции, которые я показал. Дальше. С размером. Размер можно здесь управлять. Также в коде. Если этого размера не хватает, это 36 пикселей. Здесь уже можно без ограничений делать больше размера, если размера этого не хватает. Также выделив текст. Но здесь я не советую. Если шрифты у вас идут уже в шаблоне, то есть вы используете какой-то более мощный шаблон, в отличие от Casio Pio родного шаблона, скорее всего там шрифты уже задаются. И вы можете ими там управлять. То здесь лучше не менять. А так, по большому счету, здесь вот есть стандартные шрифты, которые можно прямо в коде в редакторе поменять. И здесь, конечно, вот он. Фонд Family. И название шрифта здесь тоже есть. Отменю действия. Также параграф заголовок «Быстрый доступ H1, H2 до H6» можно назначить. Также все то же самое. Полужирный курсив. Все здесь дублируются. Все эти кнопки, которые мы с вами посмотрели. Задать цвет. Например, тексту красный или произвольный цвет выбирается отсюда. Или код цвета указать здесь, если у вас есть конкретный код цвета. Также, если хотите залить, вот здесь вот есть другой цвет, это заливка за текстом. Также важные элементы здесь хочу показать. Вот иконка предпросмотра. Как это выглядит, да, в готовом варианте. А также я рекомендую, если вы откуда-то копируете текст, вот с какого-то сайта кусок текста взяли, вставили, у вас может текст скопироваться с левыми стилями. То есть вы еще зацепили стили стороннего сайта. Стили, это вот это все то, что кроме текста у вас здесь входит. Вот это, например, стили. И вот тоже здесь закрывающиеся теги. У вас так может получиться. Вы сохраните статью, зайдете на сайт, а у вас там дизайн просто поплыл, сломался дизайн. Вот это бывает такое у новичков. Когда текст вы вставили сюда, с другого сайта, вы его здесь выделите и нажмите вот на кнопку «Очистить форматирование». Во-первых, у вас очистится, вот в данный момент вы видите, и ваше форматирование здесь очистилось полностью. Но это полезно будет очистить форматирование, если вы скопировали текст с другого сайта. Вот это важный момент. Также здесь есть иконка, если вы работаете на маленьком экране, также кликнув на ту же иконку, вернуться в исходное положение. Задайте маркированные, номерованные списки. Очень легко. Также есть возможность инструменты, исходный код, word, дальше таблица, но таблица, то есть задать прям реально ячейки, добавить строки, она не адаптивна под мобильное устройство, то есть она уже в принципе бесполезна. Дальше тоже здесь дублирующие абсолютно все, что мы с вами уже посмотрели. И, наверное, интересно здесь будет рассказать вот об этом. Здесь, если нужно анонс текста вы написали ниже, разрыв сделать, то есть подробнее, вот такой чертой, эта кнопка подробнее на полную статью. В коде это у нас отвечает вот этот код, system.redmo. Его можно отсюда вот так удалить, если нужно его, например, удалить. Потому что вот линия, если показывается, как удалить отсюда? Ну, можно просто вот бэкспейсом удалить, например. Также здесь есть просто разрыв страницы. Если очень длинная статья, делите ее на один, там, два, три страницы. Внутри статьи можно делать разрыв. Здесь это заголовок, там, задать и встроить, вставить. Также здесь есть поля, если вы работаете с полями. Мы проходили ранее в уроках, как создаются поля. Я для статей добавлял только информацию об авторе. То есть отсюда можно ваше созданное ранее поле добавить прямо в статью. Это здесь помечается, вы видите, в фигурных скобках fields 14, ну, индификатор. Но на сайте это будет уже информация об авторе. Здесь это будет выглядеть так, но на сайте будет информация об авторе. Также можно добавить модуль. Модули мы с вами проходили. То есть прямо вставить, во-первых, видеть позицию, видеть, что это за модуль популярной материала. Вставить. Также это будет выглядеть в статье, как индификатор. Но в теле статьи на сайте это реально будут подставляться здесь статьи из этого модуля. Также меню. Медиа, понятно, это одно из самых важных. Это встраивание изображения прямо отсюда. Мы проходили с вами, как добавить изображение главное для анонса, для полной статьи. Но также, если у вас есть больше, чем два изображения, 5-10 надо вставить. Например, текст пишите, фотку вставить надо. Пишите текст, фотку надо вставить. То фотки, конечно, вставляются отсюда. Ну и манипуляция с фотками за маркера можно менять. То есть изображение у нас дублирующая иконка, но здесь мы не можем загрузить только настройки. А отсюда мы прямо загружаем с медиа-менеджера. Медиа-менеджер вот этот мы с вами проходили в прошлых видео. Также можно вставить материал, другую статью, прямо внутри статьи. И вставить даже контакт. Если вы контакты на сайте проходили вместе со мной, вы создавали, можно вставить даже контакт. На этом вот здесь все по иконкам. Я не хочу сильно здесь углубляться, потому что я считаю здесь, ну это элементарно. Вот просто вам надо несколько статей посоздавать, и вы разберетесь с иконками, с этими. То, что я там не рассказал, я думаю, это не особо. Я постарался самые важные элементы здесь плагина озвучить. Теперь хочется перейти к набору TNMC. Для низших групп пользователей, для ваших наемных сотрудников, для помощников, для тех, кто публикует статьи, например, давайте с фронта. То есть вот вы вывели пункт меню, добавить. И вам надо убавить вот эти количества иконок, чтобы вы там не боялись, и чтобы особо не расходились, тут не настраивали, текст не портили размером, там вдруг от незнания что-то здесь, и сами не запутались. Во-первых, упрощая редактор, им проще пользоваться. Вот вы, как администратор, им пользоваться умеете, но человек, на нем сотрудник, он может вообще не знать. И можем ему оставить, например, иконки только жирным, наклон и подчеркнутый. Все. И дальше статья уходит вам на модерацию, вы ее проверяете, если что, сами что-то добавите, отредактируете, там все. Давайте вот этот момент рассмотрим, как это реализовать. Во-первых, давайте разберемся, если вы сейчас тренируетесь, то посмотрите на ваших пользователей, если нет пользователя, создайте его здесь. Вот давайте, у меня есть пользователь, и он зарегистрированный, то есть просто группа зарегистрированная. Если вы хотите, именно этой группы, по сути, самая низшая группа, ну, вторая, первая, это у нас гость, это у нас зарегистрированный, все-таки какие-то права у него есть. Это у меня тест. Смотрите, если я сейчас зайду, авторизуюсь под именем тест, я вывел ссылку добавить статью, это мы ранее проходили в прошлых уроках, то я не увижу даже возможности, просто у этой группы пользователей нет этих прав. Если все же хотите вы добавить возможность зарегистрированным пользователям хоть что-то здесь добавлять, ну, просто статью, то есть заголовок, текст статьи отправлял, чтобы вам отсюда, на ваш сайт, а вы уже как модератор, или другой наебный сотрудник, модератор будет ее проверять с большими правами, да? Здесь вам нужно пройти в панели управления, перейти в общие настройки, перейти глобально, то есть у нас права доступа, выбрать здесь группу зарегистрированной и дать возможность создавать, разрешить, разрешить создавать и сохраняем настройки. Обновляемся, после этого вы видите, я авторизован как Вася, это зарегистрированный пользователь, вы видите, что появилось, исчезло, во-первых, предупреждение и появилась возможность добавить заголовок и я вижу пока что редактор в большей степени своей. Кнопка сохранить. Давайте поработаем теперь с группами для вот таких вот пользователей. Пускай это набор один. Уберу менеджер, оставлю вот только зарегистрированный и выберу простой. И уберу лишние иконки вообще отсюда. Пускай у него будут самые-самые минимальные, то есть только жирность, только подчеркнутый. Даже перечеркнутый не надо, пускай у него будет вот отсюда, перенесем курсив. То есть отсюда вы можете тоже кнопки сверху перенести сюда, чтобы была возможность. Да, ну пускай будет еще кнопка вернуться назад. Действия, да, отменить, применить. Все, это набор один, зарегистрированный. Вы видите, что здесь он не сможет загружать скрипты никакие, но он вообще ничего не может, кроме текста, по сути, добавить. Нажимаем сохранить. Идем на сайт, обновляем страницу. Я как тест зарегистрирован, авторизован. Вы видите, вот они все элементы, да? Все, мы по сути справились с вами. Дали возможность только увидеть ему самое необходимое и упростили задачу, и не надо ничего ему лишнего, он будет все это делать. Но у него выводятся вот эти элементы. Да, и кстати, вы как администратор в то же самое время, вот я сейчас вам показываю, вы видите полностью редактор. Это только для зарегистрированных он видит уменьшенный вот этот вариант TIN-MCA. Давайте разбираться вот с этим еще. Во-первых, он все равно не может многими элементами пользоваться. Например, он не может загрузить. Видите, у вас нет доступа. То есть, это надо назначать другие группы ему. Например, там, Эдитур или Редактор, чтобы он мог загружать еще изображение. Но если вдруг вам нужно и это тоже скрыть, получается, он загрузить ничего не может. Но тогда и не надо ему, чтобы вот это выводилось. Это сбивать с толку. Нам эти плагины здесь не нужны. Это тоже мы можем убрать для этой группы пользователей. Давайте разбираться. Для этого вы закрываете, выходите из Редактора, смотрите, в плагинах находясь. Вот здесь вот отсортируем. Мы отсортировали Эдитурс, а вот ниже есть Эдитурс Экс ТД выбираем. И здесь покажутся все, за каждый элемент здесь отвечает свой плагин. Они все здесь. Видите, кнопка, кнопка, кнопка. Например, Контакт. Он тоже здесь есть. Вот он, Контакт. Во-первых, вы можете скрыть только несколько элементов отсюда или убрать их все. Но если вы сами, как администратор в редакторе, пользуетесь этими кнопками, тогда отключать их не вариант. Вам нужно будет зайти в каждый плагин и назначить ему группу пользователей. То есть, доступ не Publish, а выбираете, наверное, Super User. Сохранить, закрыть. Тогда вы в редакторе будете, как Super User, видеть эти кнопки. То есть, вот здесь вы будете их видеть. Но зарегистрированный пользователь не будет видеть их. Нам нужно в каждый пройти и каждому изменить доступ. А если вы вообще не будете пользоваться этими плагинами, тогда вы можете просто их отключить. Итак, я практически все плагины, вот здесь вот это в колонке видно, назначил доступ Super User. И только, чтобы вам показать, кнопка Media для изображений, Image, Publish оставил. Чтобы просто наглядно показать, перезагрузимся. Вот, вы видите, при раскрытии списка только Media видит зарегистрированный пользователь. Но он не может добавить, как я уже говорил. Я вам просто показываю, что вы можете назначить другие группы пользователей этому набору. То есть, зарегистрированный менеджер или Publish или редактор. Посмотреть надо, в какой группе пользователя есть доступ к Media Manager. и оставить ему возможность загружать изображение плюс к статье. Или же все-таки, если надо, можно и не дать возможности и такой. Просто, чтобы вы понимали, вот так выглядит просто редактор. Самый простейший для обычных пользователей сайта. Если вам нужно, чтобы они тоже добавляли статью, скажем так. Также и в админской части сайта. Если у него доступ есть в админской части сайта, тоже можно уменьшить этот редактор. Теперь я вернусь в Editors, в TinyMCA. По поводу наборов. Если вам не хватает, у нас же по умолчанию, только три набора, надо сделать больше наборов, переходите дополнительные параметры, например, пять. Нажимаем сохранить. После сохранения переходим на вкладку плагин и увидим, что у нас уже пять наборов. То есть вы можете для абсолютно разных групп пользователей сделать абсолютно разные наборы. Раз уж мы заговорили про дополнительные настройки, по поводу что такое у нас давайте для зарегистрированных. Вот это высота редактора и ширина. А вот эта часть, давайте посмотрим, сделаем ее 300. Вдруг вам кажется, что она слишком высоковато. Обновимся и вы увидите вот эта часть стала хуже. Даже возможность вот так расширять внизу эту ссылку убрать и вот это тоже можно отключить настройки ниже. Также выбрать каталог изображений, чтобы сразу в какую-то определенную папку помещалось изображение из набора например для зарегистрированных. Ниже я не буду уже здесь проходить по настройкам. Вы можете их оставить по умолчанию. Здесь из описания понятно. Я думаю многие элементы будут понятны. Многие можете даже не касаться. Разбирать мы их в рамках этого курса мы не будем. Я рассказал самое важное на мой взгляд про этот плагин TINYMCA. У вас теперь есть полное представление о том как это устроено и как это разграничить, ограничить, увеличить для своих нужд пользователей и так далее. Продолжение следует...